Если для большинства рыб осеннее похолодание воды является первым знаком для подготовки к зимней спячке, то для некоторых прохлада способствует активизации жизненных процессов. Первые списки холодолюбивых рыб – это, конечно, налим. Давно известная аксиома – чем на улице хуже погода, холодно, ветрено и зябко, тем налим лучше себя чувствует. И нерест у этого представителя тресковых происходит в середине зимы. Налим похож с виду на сома и ведет почти такой же образ жизни. Но при всей их внешней схожести никакого родства между ними нет. Налим, как и сом, донный хищник, но предпочитает более плотное дно – каменистое или песчаное. В чистом грунте он может искать себе добычу. Так же, как и сом, налим выходит на охоту, когда наступает темное время. Существовало распространенное мнение, что у налима плохое зрение. Но недавние исследования показали, что чувствительность глаза у налима в четыре раза выше, чем у судака, то есть он способен видеть практически в полной темноте. Однако, во время ночной охоты налим полагается не только на зрение. Он также использует обоняние и тактильную ориентацию. Налим, как и сом, часто ищет свою жертву на ощупь. Только в его арсенале всего лишь один маленький усик на подбородке. Зато брюшные плавники, имеющие чувствительные клетки, помогают расширить поле деятельности. В зависимости от места обитания налима, в его рацион входят различные мелкие рыбы. Это в основном окуневые и карповые, а на севере – сеговые рыбы. Особую страсть он питает к ершам. Чем-то его привлекают эти колючие создания. И ведь не колется плавниками, когда заглатывает ерша. Субтитры создавал DimaTorzok